Давайте, пока мы ждем людей, надеюсь, еще кто-нибудь придет. Соответственно, сегодня у нас тема мультимодальной модели. И, конечно, не знаю, упоминалась ли на лекции, не упоминалась ли недавно выпущенная система Rudale от Сбера, соответственно. Кто-нибудь игрался уже, что-нибудь генерил там? Ну, много мемов видели, да, по этому поводу. Но там действительно как-то. Я на свой страх и риск пробовала, собственно говоря, эту систему. Вот что получилось. Не хотелось бы вас, конечно, пугать, но получилось так. Вот, вчера я показывал студентам эту картинку, там кто-то даже заметил пиццу. Соответственно, вот так вот отмечают программист день рождения, там пицца. К моему ужасу, это мне потом снилось ночью, соответственно. Ну, а я предлагаю, пока мы еще в ожидании присоединяющихся, попробовать что-нибудь поставить на генерацию. И пока мы с вами проводим пару с теста, что-нибудь генерится. Варианты. Сессия. Давайте посмотрим, как выглядит сессия по версии Рудале. Так, сейчас. Ну, класс. Так, а что я неправильно запомнил? О, О, В, Ф. Правильно же? Может, только на английском можно? Нет, но у меня у вас действительно русском. Вроде бы нет, можно сейчас попробуем еще раз. А, прикольно, всего одну минуту. Ну, ладно, мы все равно оставим. Просто я только минут сорок генерила. Я думаю, как раз пока пара идет. Ну, чуть позже вернемся и посмотрим. Ну, соответственно, у нас как раз эта моделька сегодня в тему. А мы с вами рассмотрим еще другие мультимодальные модели с каким-то исходным кодом, соответственно. Рассмотрим всего их четыре штуки. Первые две модельки непосредственно связаны с картинками. Одна моделька, она, в принципе, такая, не сказать, что прям очень-очень интересная, но очень полезная, может быть. И последняя модель довольно такая, необычное применение мультимодальности. Тоже довольно интересный туториал. Ну, а начнем мы с одной из таких стандартных тоже задач в области мультимодала. Это Capture Generation. Соответственно, у нас дается картинка, и нам нужно сгенерировать описание. То есть, что на этой картинке происходит. То есть, как бы задача обратная тому, что мы сейчас видели, здесь мы хотим по описанию сгенерить картинку, а здесь картинки описание. Соответственно, понятно, что задача, которую мы будем сейчас разбирать, она попроще, полегче. Ну, и понятно, почему ей занялись раньше, скажем так, чем задачи, которые делаются сейчас. Вот. Здесь у нас представлено схематично то, что у нас будет происходить. Соответственно, нам на вход подается картинка. Дальше мы ее кодируем. Здесь будем использовать ResNet на основе CNN. Получаем некоторый вектор. Передаем его в декодер. Декодер на основе с RNN, соответственно. И декодер у нас генерит в соответствии с полученными признаками картинки описание какое-то. То есть, здесь, в принципе, архитектура энкодера-декодера. Единственное, что мы подменяем энкодер другим, который у нас может работать с картинками. В нашем случае у нас были две LSTM-ки, две RNN-ки, соответственно, у нас энкодер работал тоже с текстами. Ну, вот здесь чуть-чуть добавления. Мы сейчас первую часть разберем более подробно, заглядываем в код и так далее. А во втором я просто покажу там отличия. Там, в принципе, задача будет решаться та же, только с небольшими наворотами. Здесь мы используем датасет COCO 2014 года. В нем, соответственно, собраны эти картинки и их описание, эти CAPTCHA, соответственно. И по ним, соответственно, нейронка учится. Я сейчас не буду запускать семинар, потому что он довольно долго некоторые моменты обучается. Чтобы ничего у нас не поломалось, просто покажу, откуда и покажу такие самые интересные моменты. Ну, вначале все скачиваем, соответственно, устанавливаем, скачиваем наш датасет, помещаем в нужную директорию то, что нам нужно и так далее. То есть здесь, в принципе, ничего такого интересного. Датасет уже разбит на, здесь видите, обучающие и тестовые данные, соответственно, можно уже его использовать в качестве бенчмарка, соответственно. Тут все, распаковка, распаковка датасетов нужной директории. И тут, соответственно, загрузка у нас его в Coco. У самого датасета Coco, помимо самого датасета, есть еще опишка, чтобы работать с самим датасетом. То есть там скачивать его, обрабатывать и так далее. Ну, вот здесь у нас загружается датасет непосредственно в переменные CocoCups. Это вот как раз-таки наш Capture, который нам нужный. Есть еще у нас картинки и айдишники вот этих вот картинок. Все это подгружается. Всего у нас 291 875 картинок в нашем датасете. Так, это, по-моему, даже вализационно он показывает. Да, вализационно причем. Внутренне он не показывает. Внутренне еще побольше будет, соответственно. Дальше код, чтобы посмотреть, из чего вообще состоит у нас датасет. Ну, вот здесь просто загружается изображение, его айдишник и просто показывается на, вводит, соответственно, в аутпут. Здесь у нас, соответственно, вот такая картинка. И мы видим, что несколько описаний дается. Ну, то есть для каждой картинки там несколько Capture. И мы видим, что вот на первой, типа, группе людей сидит вокруг стола и, соответственно, когда шерят еду, делят еду. Ну, то есть едят, в общем. Здесь вот уточнение, что это у них ужин. И что они, типа, позируют для картинки. Здесь тоже про еду, соответственно. Здесь почему-то с большой буквы, ну, кому-то так хотелось. Типа, большая толпа людей за обеденным столом, за ужином столом. Ну, как-то так. Ну, плюс-минус все про одно и то же, соответственно, все эти Capture подходят для нашей картинки. Несколько Capture дается, чтобы было такое разнообразие, чтобы моделька могла обучаться генерить разные описания, чтобы не были какие-нибудь однотипные, что вот, что происходит. В принципе, это, кстати, очень похоже на то, как там учат маленьких детей. Я помню, когда нас принимали в школу, я не знаю, как сейчас, там было тестирование, тебе тоже нужно было описать, что происходит на картинке. Но вот здесь примерно так же, только нужно научить нейронку. Еще один примерчик. Тут, соответственно, группа людей стоит на поле, Катя на бэкграунд. Ну, да. И аналогичное описание дается. Теперь здесь, соответственно, загружаем трейнг, тесты и валидейшн отдельно. Все это распаковываем, подготавливаем и начинаем поэтапно. У нас сначала работа с датасетом, потом работа с моделькой, потом нужно все это обучить и потом все это оценить. Вот четыре наших шага. Соответственно, первый шаг – мы с вами готовим датасет. В нашем случае, поскольку у нас две разных структуры данных, то есть есть тексты, есть картинки, нам нужно подготовить и тексты, и картинки. Сначала начинаем с текста, то, что нам более привычно. Здесь у нас строится словарь. Словарь строится по тому же принципу, как было раньше. То есть нам нужно создать, забрать все уникальные слова из наших капч, дальше пронумеровать их и таким образом записать словарь. Кроме того, нужно добавить стартовый символ, конечный символ и символ unknown – это то, что у нас не входит в словарь. Потому что словарь мы постартируем, и самые редкие слова мы оттуда выкинем, заменим их unknown. Ну и, соответственно, для этого будем использовать этот служебный символ. Вот так вот. В принципе, все это мы уже рассматривали на предыдущих занятиях. То есть мы пробегаемся по датасету, загружаем все наши тексты, все наши капча. Сейчас здесь нет вокаблеры. Это у нас, соответственно, интеллизируем наши словари. Word to idx – это у нас ключ будет слова, id, его значение словари. То есть порядковый набор. Ну и наоборот, id to word. Чтобы нам можно было спокойно конвертировать тексты из текстового представления строкового в символе, соответственно, в одеснике, соответственно, из словаря. Вот здесь от captions как раз пробегаемся по всем капчинам, выкидываем из словаря редкие слова. Здесь у нас есть вокаблеры threshold, параметры, которые мы задаем. Соответственно, прочищаем таким образом словарь и все это закидываем. То есть, итого, на выходе мы с вами получаем два вот таких вот дикшенари. В которых, с помощью которых мы можем помирортировать тексты в зависимости от того, какое представление нам нужно. Ну, понятно, для подачи модели нам нужны будут индексы. Для того, чтобы нам показывать людям, что мы сгенерируем, что получилось, нам нужен будет текст. Вот так. На основе полученных вокаблеры мы в словаре делаем data loader. Data loader у нас, соответственно, будет итерировать данные. Здесь единственное дополнение. Нам нужно помимо capture вот этого текста, и, соответственно, нам нужно будет генерировать, выдавать картинку на каждой итерации. Так. Пам-пам-пам. Сейчас. Что бы вам... Ну, соответственно, в зависимости от мод train и тест, здесь у train нам нужна уже обработанная картинка. У теста у нас будет исходная картинка, соответственно. Так, сейчас давайте вот здесь вот рассмотрим сам Coco Dataset сначала, чтобы посмотреть, что он там нам выдает, а потом посмотрим вот этот вот верхний припроцессинг. Вот. Здесь transform — это... Не путайте с трансформерами. Это именно для обработки картинок. То есть там мы посмотрим позже, картинка будет обрезаться, там поворачиваться, в общем, рандомно, все такое. Посмотрим, какая обработка картинок. То есть это вот для картинок. Мод — это, соответственно, train или тест. Зависимо от train или теста, там чуть-чуть загрузочка меняется, и все. Батч-сайт понятно. Словарик наш. Image folder, где у нас картинки хранятся. То есть у нас, соответственно, есть вот эти вот capture, как они по-русски будут? Описание картинок, да? И каждому описанию есть айдишник картинки и путь до файля, где лежит картинка. Вот нам нужна исходная директория, где у нас хранятся все картинки. Соответственно, если мод train, то нам нужно забрузить annotation файл, составить, получается, забрать все токены. Здесь, по-моему, мы еще не сортируем их, да. И длину вот этих вот caption. Буду их так называть. Здесь нам нужна будет длина caption в дальнейшем, потому что мы с вами будем в батче стараться формировать вот эти вот описания одной длины. Вот, соответственно, здесь собираем все токены. Для словаря нам понадобится. Собираем все длины наших captionов и сохраняем. Ну, в тесте все попроще. Здесь нам нужен только annotation файл. Это файлик с аннотацией, где у нас картинка и caption его соответствует. Ну, и пути до картинок. Так, посмотрим на git item. Соответственно, это то, что у нас на каждой итерации будет подаваться. Тут, в принципе, для трейна у нас, то, что я говорила, имидж и, ну, то есть картинка наша и описание картинки. Описание картинки у нас здесь проходит обработку, добавляется у нас стартовый символ, добавляется конечный символ к нашему тексту. Кроме того, она кодируется индексами из словаря, соответственно, который у нас уже есть. Ну, и, соответственно, вот эта вот последовательность индекс у нас выдается. Картинка у нас загружается и проходит через трансформацию. Трансформация чуть позже там описана. И тоже выдается точно. Каждый раций вот это. В случае теста нам нужна возвращается оригинальная картинка, чтобы мы могли посмотреть на нее необрезанную, соответственно. И возвращается просто картинка, то есть по которой уже работает непосредственно наша моделька и по которой мы будем генерить caption. И все. Сам caption нам не нужен, потому что мы считаем, что, ну, это тест, мы генерим, мы уже генерим сами его, ну, сама моделька. Так, что тут еще? Здесь вот GetTrainIndexes, это как раз, ну, вот, включение прервы. Ладно. Это как раз-таки сортировка по длинам наших caption. Там в статье, в которой вот этот туториал написано, написано, что показано, что если мы будем формировать бачи с одинаковыми длинными описаниями, то моделька будет обучаться лучше. Ну, и в целом, это, в принципе, справедливо для других, любых задач, что нам лучше, выгоднее, когда мы подаем именно тексты более-менее одинаковой длины, потому что иначе, если будет какой-то короткий, то будет много вот этих служебных символов стат, которые не очень хорошо сказываются на обучении модельки, и это не круто. Ну, здесь вот формировка бачей одинаковой длины. Так, в целом все. Здесь какой-то стат, ну, соответственно, мы его инициализируем, передаем туда данные. Здесь вот бач-самплер, это как раз-таки вот тот, который нам будет эксамплировать согласно индексам вот этих, которые мы получаем из вот этого метода. Вот, ну, соответственно, мы будем как раз сэмплировать бачи вот с этим одинаковым длином. Вот, и формируем дата-лоудер. Соответственно, передаем туда датасет, нам воркерс, типа, в принципе, здесь все. В случае трейна и в случае теста у нас еще бач-сайз добавляется. Не знаю, кстати, почему трейнер. Да, потому что бач-самплер у нас. Он здесь бач-сайз прописан. Вот, итого у нас есть дата-лоудер, который нам подает за раз картинку и ее описание. Здесь мы его инициализируем. Вот тут как раз-таки этот трансформер для именно картинки. Соответственно, мы делаем ее меньше, то есть меняем размерчик до 256, более того, обрезаем, причем рандомно обрезаем, берем кусочек размера 1024 на 224. Поворачиваем с вероятностью 0,5, типа, ну, вот на сколько-то он нам градусов ее повернет. Соответственно, ну, если здесь есть специалисты по компьютеру Vision, то они подтвердят, что когда мы там картинку вращаем, то, соответственно, это для модельки лучше, и она, ну, типа, более разнообразные картинки принимает, разнообразные там признаки вытаскивает и лучше обучается. Так, тут тендер, и нормализуем, соответственно, картинку. Все, это вот как раз-таки пайп-планы обработки нашей картинки. Вот она будет в таком виде нам выдаваться на вход модели. Дальше, вокабрии, трешхолд, у нас с вами это частота наших слов, то есть меньше 8 мы не учитываем. Это все будет выбрасываться, фильтроваться. Батч-сайз понятно для трейна, то есть сколько за раз мы отдаем этих картинок и предсказаний. Ну и все, соответственно, мы получаем наш лоудер. Тут еще как бы показан примерчик того, что мы получаем на выходе, собственно говоря. Здесь, соответственно, примерчик описания, то есть у нас в описании добавится стартовый конечный символ, все это разобьется по словам, и для каждого слова будет поставлен индекс из словаря. Так, дальше. Здесь еще примерчик дата лоудера, как мы его используем, чтобы получить бачи с одинаковым размером. В принципе, тоже не так интересно, но здесь просто показано, упорядочено, то есть какой длины у нас, в принципе, наша с вами статистика длины наших с вами подсказок, наших с вами описаний. Соответственно, здесь больше всего длины 10 у нас, вот их 86334, ну и так далее. Вот они идут там по убыванию. Ну и здесь вот сэмплирование именно бачей как раз, собственно говоря, одинаковой длины. Ну, в принципе, это не так интересно с технической точки зрения. Вот. Дальше, соответственно, мы сейчас будем потихоньку переходить к модели. Если у вас есть вопросы, вы можете смело прям включать микрофон или писать мне в чат по дороге и, соответственно, задавать вопросы. Что? С данными, ну, понятно, что происходит? То есть просто добавилась эта картинка, больше, в принципе, ничего. Окей, вроде бы понятно. Хорошо. Здесь более подробное описание нашей архитектуры. Соответственно, вот у нас картиночка приходит с E&M. Мы получаем image future vector, прогоняем его еще через линейный слой дополнительно. И дальше мы получаем некоторый вектор представления нашей картинки, а после этого передаем его в наш декодер, состоящий из LSTM. И шаг за шагом, так же, как было раньше, генерим описание нашей картинки, соответственно. Начнем с энкодера. Он предельно простой. У нас на вход, получается, приходит картинка, проходит через ResNet сеточку. ResNet, он, соответственно, у него основной такой, его фишка в том, что у него есть вот эти вот связи, которые skip connection. То есть у него данные проходят и через CNN, и в обход CNN еще потом плюсуются, соответственно. Вот. И основная идея вот такая. Помните, в Transformers там тоже был такой слой, где у нас add плюс normalize. Соответственно, вот в add там мы пробрасывали этот x и плюсовали. Соответственно, здесь тоже через слой пробрасываются эти данные и плюсуются. В основном обычно они основаны на CNN. Вообще, как-то я заметила, что в картинках CNN до сих пор в общем еще рулит. Я не знаю, конечно, может быть, я не права, но как будто многие говорят, что Transformers не очень хорошо именно в картинках показывают. Наверняка есть, конечно, какие-то статьи, где утверждают обратное. Но вот недавно были в Красном воркшопе, там показывали всякие-всякие приложения Computer Vision и все прочее, но вот там у них CNN и ResNet до сих пор используются. Собственно говоря, поэтому он здесь у нас в энкодере. Дальше пробросили через полносвязанный слой, соответственно, и получили вектор признаков. Все, вот это мы передаем декодеру на вход. Инициализируем сразу здесь энкодер и получаем, соответственно, здесь признаки, здесь примерчик признаков. Соответственно, мы видим, что у нас уже на вход картинка пойдет в размерности 10.4 на 10.4, потому что она обработана, а выходной у нас вектор будет длиной 512. Ну, это просто мы задаем. Вот здесь вот в параметрах сами задаем, какой размер у нас выходной вектор. Вот так. Дальше имплементим, естественно, RNN-энкодер, декодер. Плюс-минус этот код вы, в принципе, видели. Тут у нас на вход мы прогоняем полученные данные там либо вот, либо получается наши признаки, либо слова через эмбэдинг-слой. Соответственно, этот эмбэдинг-слой идет в... А, сейчас, нет, не совсем, я не права. Фичи, у нас фичи от... Картинки отдельно идут. Сори. Да, мы прогоняем слова, которые, соответственно, у нас сгенерились на предыдущем шаге через эмбэдинг-слой, чтобы получить вектор слова. Конкатинируем его с признаками, вектор признаков, который получен от картинки. Прогоняем все это через эмбэдинг-слой и получаем какой-то output, то есть генерированные нашей моделькой уже описание нашей картинки. Вот так. Есть еще метод sample, соответственно, здесь мы как раз собираем, то есть получаем наше описание. Он по методу гридисерча основан, то есть, соответственно, берем просто из распределения вероятности мы берем максимально и забираем вот это вот слово. Соответственно, здесь просто до тех пор, пока нам сгенерится конец, то это конечный символ, обозначенный индексом 1, до тех пор мы генерим, генерим, генерим наше описание. Так, дальше у нас параметры задаются тоже data.ru.train, ну и здесь непосредственно декодеры материализируются со всеми его параметрами. Задаем оптимизатор рядом, все это перекидываем на GPU-шку, параметры декодера задаем, декодеры тоже на GPU-шку, ну и все. И шаг за шагом, то есть, естественно, мы генерим. Берем картинку, генерим капчу, сравниваем, что получилось, в лосс закидываем, соответственно, разницу между генерированной капчей и той, которая была в исходном файлике. Ну, то есть, здесь, в принципе, никакой магии такой. Вот. Единственное, здесь довольно долго он довольно долго будет обучаться, естественно, но здесь вот мне пришлось досрочно закончить обучение, но все равно моделька сохраняется, и можно как бы посмотреть, потестировать, что происходит. Переводим нашу модельку декодер и энкодер в режимы вулейки, чтобы посмотреть, что у нас получилось. Сейчас посмотрим, какие капчены, в принципе, нам генерят. Для этого датасет, тест тоже обрабатываем, то есть, из него будем брать картинки, чтобы посмотреть аналогичным же образом, как у нас было в трене, то есть, обрезаем ее, поворачиваем и так далее. Здесь get sentences, это у нас, он из prediction, соответственно, строит нам sentence и превращает их в человеческий язык. Дек, ну и вот, соответственно, мы с вами прогоняем какую-то картинку из теста через энкодер, получаем признаки, загоняем ее в декодер и с помощью метода get sentence мы выводим текст, который получили, который хотим получить. Ну вот, смотрите, картинка, и здесь a man standing in the kitchen with a white toilet in the sink. Окей. Ну, Анарико не дообучилась, поэтому она здесь видит где-то человека, который стоит на кухне. Видимо, это для нее не медвежонок, а человек. Ну, бывает. Интересно, она, наверное, тоже генерит. Видимо, какой-то странный забакованный вот этот примерчик получился. Не знаю, почему, но на самом деле вот, для этого он был генерен. Не знаю, почему так. получилось, почему для этих двух. Но вот здесь более похоже, да, что мужчина стоит на кухне, действительно. Здесь бейсбольные игроки готовы, чтобы ударить. Ну, на самом деле, он уже ударил, но можно простить за эту сеть. В принципе, она вот генерирует правильное описание, что происходит. Хотя бы бейсбол. Здесь он видит кошку. Это, кстати, вот из тех примерчиков, но давно-давно они еще были где-то. Свернутая кошка, а сетка видит батон, например, да. И вот всякие такие, там было что-то, собачка вот эта вот маленькая, как они, чихуахуа, по-моему, у нее с такими глазками, бусинками, и сетка видела в них кекс. Здесь примерно о том же. Здесь сетка видит кошку, черно-белую, сидящую, но здесь просто камень, соответственно. вот. Здесь мужчина на скейтборде. Ну, здесь мальчик не на скейтборде. Вот. Ну, я хочу всяких-всяких примеров. Здесь вот тоже сетка видит мужчина, на самом деле его здесь нет. Тарелка с сэндвичем и так далее. Вот. Это, собственно говоря, первая часть нашего, надеюсь, замечательного туториала. Так, есть ли какие-то сейчас вопросы? Давайте глянем, что там Рудалая сгенерила. А, нет, это не то. Так, это сессия. Не, ну, что-то близкое. То есть, видимо, вот это вот принимающий, наверное, типа экзамен, а это сдающий студент, и немножко на это, на какого, нагаллюцинировала, и мне кажется, вообще, наверное, лучше не стоит какие-то картинки с людьми пытаться сгенерить, потому что это выглядит как-то очень страшно. А теперь еще и вот это будет сниться. Причем очень забавно, что действительно у людей, которые вот там из Беру, они там выкладывали картиночки, там сразу вот это вот понеслась. У них действительно красивые какие-то картинки. У меня пока ни одной красивой не получилось. Ну, вот так вот. Что, что-нибудь еще поставим или ладно, забьем? Можно что-то придумать. А можно еще раз повторить? Не расслышала? Сложно что-то придумать еще. Еще? Ну, давайте кто-нибудь еще отключится. Надо же тут сколько? Сегодня аж цело 7 человек, но у меня аншлаг прям на паре. В чате вижу, кто-то что-то предложил. Новый год. Действительно хорошая идея. Давайте новый. вот так, из-за WX. Надеюсь, я не налажала в этот раз. Все. Вдохнули. Давайте к следующей части. Сейчас он вернется. Следующая часть, опять же, посвящена генерации вот этих вот описаний картин, только здесь модельки немного посложнее и плюс добавляется Берд. Но тут надо уточнить, что Берд добавляется не как модель, которая генерирует на тексте. Здесь Берд добавляется для того, чтобы оттуда имбеддинги вытаскивать. То есть у нас в той модельке в принципе были не предобыченные имбеддинги, здесь предобычен. Ну и плюс мы будем сравнивать здесь есть опции, то есть можно взять имбеддинги Glove, соответственно, можно взять имбеддинги Перта. Ну помните, да, что Берд можно использовать не только как модель, но и как вот имбеддинги. Просто вытащить оттуда имбеддинги последнего слоя, например. И так-то для каждого слова будет его вектор. Схематично вот здесь вот изображено то, что сейчас будем рассматривать. Здесь основное отличие, что у нас добавляется attention. То есть у нас картинка и слово постоянно, сгенерированные слова постоянно проходят через вектор внимания. Это нужно для того, чтобы в картинке у нас как бы смещались аспекты. То есть, соответственно, мы на каждом шаге генерируем какой-то из аспектов нашей картинки. Нисходя из этого, attention у нас меняется. Ну видите, типа вот здесь start, attention там сместился на какую-то другую штуку. Дальше вот, соответственно, генерировался man. Вот этот кружочек, attention сместился на другую штуку и так далее. То есть за счет этого можно типа подсвечивать какие-то кусочки картинки, на которые сейчас нужно обратить внимание, чтобы правильно генерить текст. Вообще у них здесь, сейчас покажу, у них здесь вот много вот этих примерчиков, но возможно так. не здесь, видимо, сейчас. Вот здесь. Вот. У них примерчики, вот типа, как оно происходит. Ну вот типа старт, вот у нас самолет, да, летит. Вот типа air, ну и вот здесь вот, арея вот, ну то, что белое, это подсвечен attention, естественно, large, то есть большой, весь самолет у нас в фокусе, airplane, опять весь самолет в фокусе, летит. Видите, чуть attention разошелся, что-то именно, полет. Дальше, ну, соответственно, in the blue sky, и видите, attention смещается вокруг самолета, то есть как бы для того, чтобы генерить именно небо. Соответственно, в процессе обучения сетка тоже должна понимать, на что сейчас смотреть, чтобы генерить правильные слова. Здесь вот группа лодок, соответственно, здесь, ну, здесь вот не так хорошо видно, но когда вот bots, там вот именно подсвечены лодки, и sitting on the bench, берег, видимо, вот, ну, то есть когда bench, у нас, соответственно, attention смещается от лодок. И вот много таких разных примеров. То есть здесь вот идея такая, что добавляем attention, здесь от него сетка будет смотреть на разные аспекты картинок. Являйся. Ага. Все. Здесь нам пригодится skip-by для того, чтобы сделать предварительную обработку transformers для оберта, соответственно, и glove-фиктора. Ну, то есть чтобы нам было на выбор, как кодировать наши с вами тексты. Дальше. У нас плюс-минус data loader, он остается, то есть у нас генерится image и target. Здесь target, это вот наша подсказка, то есть наше описание текста. Здесь, в принципе, ничего особо не меняется, ничего такого интересного не происходит. Обработка та же самая абсолютно, то есть датасет то же самое, то же poco. Здесь, соответственно, прописана отдельно загрузка этого датасета, чтобы вы могли все что-то пользоваться отдельно и этой частью туториала. Но в целом датасет у нас загруженный. Так, здесь, на самом деле, большое отличие будет, большее отличие будет модельки. Я предлагаю, наверное, прям сразу модельку посмотреть, потому что тут просто распаковка, распаковка, обработка и все прочее. Это не так интересно и выглядит не так забавно. Так, ну вот vocabulary тот же самый абсолютно строится. Прям точь-в-точь. Здесь вот единственное, здесь еще прописано отдельно resize image, то есть там мы брали из transformers, вот это вот, либо для трансформации картин, ну здесь вот вручную прописано. И все. Так, вот, соответственно, загружаем токенайзер берта, загружаем нашу модельку, ну здесь показано берт, ну то же самое, здесь ничего, никаких изменений. Так, так, тут тоже все это загружаем просто вектора и строим матрицу векторов. Ну здесь просто, соответственно, у нас будет матрица, где для каждого, каждая строчка обозначает вектор слова для индекса в словаре, которому равна строчка. То есть, на первой строчке будет вектор для первого слова из словаря, для второго слова из словаря будет он на второй строчке вектор и так далее. Тоже все это было, в принципе, не так интересно. Вот модель. Энкодер у нас остается тот же самый, мы с вами используем резнет, здесь единственное в конце адаптив пул вместо полноценного слоя, ну то есть мы с вами усредняем вот этот полученный вектор для картинок и получаем какой-то единый вектор представления картинки. Дальше у нас attention энкодер добавляется attention вот здесь непосредственно его описание. Он у нас, соответственно, будет принимать на вход получается картинку и текущий текст, который мы с вами генерим. Так, сейчас посмотрим forward. Так, forward у нас, соответственно, если мы не используем верх, то мы забираем матрицу бейдингов из глова, то есть вектора глов, ту матрицу, которую мы с вами сделали. Если же используем берт, то тут немножко посложнее. Тут, смотрите, поскольку, ну вот это портянка, для чего она все нужна, поскольку у нас токенизация будет происходить так, что у нас слова будут разбиваться, нам бы хорошо иметь вектор именно на целиком слова, то здесь происходит следующая вещь. сначала у нас с вами текст токенизируется именно бертом, а дальше вот здесь происходит склейка, то есть мы для тех кусочков токенов, которые нам принадлежат одному слову, мы их склеим и получим усоверненный берт эмбейдинг. То есть вот здесь например проходим по токенам, типа если токен равен фултокену, то есть тому слову, то мы просто добавляем вот этот эмбейдинг в нашу матрицу. Иначе мы понимаем, что это кусочек текста. Соответственно если мы считаем, что это кусочек, то мы его добавляем, добавляем в current токен вот этот кусочек, при этом убираем знак решетки, соответственно, чтобы нам его склеить и переходим на итерацию дальше. Соответственно, если же все прошло, все нормально, то здесь мы с вами его усредняем и добавляем получается для каждого слова усреднен вот этот вот вектор его сабтокена. Вот так. Ну, просто вот такое небольшое дополнение. Так, с эмбейдингами понятно. Дальше идентифицируем hidden state вот здесь непосредственно применение attention у нас. Здесь как раз, видите, мы с вами берем encoder attention, то есть то, что у нас на картинку, плюс decoder attention, то, что у нас с вами на сгенерированное слово, все это конкотинируем, прогоняем и получаем веса attention получается у нас для картинки относительно слова, которое мы с вами сгенерируем. То есть как раз здесь за счет этой матрицы у нас будет подсвечено, то есть какая область сейчас нас больше всего интересует, соответственно. Так, ну и в принципе дальше у нас просто predictions, то есть тут единственное у нас возвращается не только prediction, но еще длина, которая у нас генерена, она там тоже пригодится для оценки, просто оценки лосса, соответственно, оценки генерации длины нашего caption alpha set у нас от картинки соответственно альфа-каналы и закодированный captions для того, чтобы нам с вами потом генерить соответственно текст. Вот так. Так, это что касательно моделики, ну то есть просто кусок саттеншином добавился, в принципе, остальное плюс-минус оно то же самое. Так, едем дальше, получаем наши data loader, validation loader, строим словарь, инициализируем декодер, инициализируем энкодер, здесь вот кусок для того, чтобы если вдруг нужно загрузить готовую модель, поэтому он закоменченный, ну и все, тренд, соответственно. мы с вами на каждом шаге получаем картинку и описание, также их пэдим, соответственно, кидаем в модельку, генерируем, соответственно, вот здесь декодер, вот, кодируем картинку, кидаем декодер, генерируем output, и после этого, соответственно, подсчитываем лоссы, здесь вот, чтобы у нас лосс подсчитался, мы как бы выравниваем их по сгенерированной длине вот этих вот описаний, то есть для этого было как раз декодер, лэнг использован, вот, а альфа, вот эти вот, они нам нужны, по-моему, как раз, чтобы потом красиво подсвечивать эти аттеншны, а, не, в лосс они тоже кидаются, плюс альфа, сейчас, момент, лосс плюс один минус альфа, сам, не мастер я вот этого, вот компьютер вижена, и пропустила этот кусочек, к сожалению, сейчас посмотрим, куда, откуда у нас эти альфы, альфа, альфа, а не, а, да, ну это на аттеншн именно, то есть он еще штрафует за неправильный аттеншн, короче говоря, чтобы аттеншн был, видимо, правильный, но вообще, да, я правильно сказала, что альфа нужно, чтобы нам потом выводить картинки вот с этим аттеншн, то есть то, что я там показывала, в репозиторию у них, клип-декодер, это вот как раз напомню, это для того, чтобы у нас не было градиентного взрыва, потому что он декодерил стем, соответственно, весь клип-градиентов используется, так, ну и здесь всякие логи, соответственно, в зависимости от шага, у нас выводятся всякие-всякие логи, так, в лиде будет похожий, только единственное, нам нужно будет генерировать, то есть, соответственно, получая адишки, мы с вами генерируем вот эти предложения, здесь heap sentence, соответственно, то, что у нас генерировала наша сетка, ref sentence, то, что у нас должно быть на самом деле, и здесь вот if show attention, то как раз-таки мы берем картинку, накладываем на нее вот эту альфу, которая у нас получилась, то есть, вот эту прозрачность, и сможем посвятить вот эту attention. в противном случае у нас просто картинка появляется. Так, здесь код на validate, то есть, здесь не validate был, соответственно, здесь print sample, код на validate, то есть, мы пробегаемся по нашим данным, все это прогоняем через модельку, ну и, соответственно, с помощью вот этой функции мы с вами показываем на входе картинки. Так, ну давайте уже, думаю, посмотрим, что у нас получается по гипотезам и по картинкам. Ну да, тут еще доп.метод, ну он здесь не запускается на самом деле, это чтобы сравнить модельки. То есть, первый у нас на glov векторах, дальше на bert векторах, соответственно, и у нас какой-то энкодер baseline, не помню, на чем он. Наверное, по-моему, случайно сгенерировали без всяких предобычных эмбейдингов, соответственно, это baseline. Ну, можно, запустив эту функцию, посмотреть, сравнить результаты, что у нас лучше. Вот. Обучение здесь тоже довольно долгое, но оно ограничено, соответственно, у нас всего 20 шагов там проходит, чтобы быстренько посмотреть, что получается. Ну и validation тоже у нас специально обрезанная, потому что, ну, сами видите, здесь 42 часа, слишком долго. Ну, стандартный приемчик. Ну и вот, что у нас получилось. Соответственно, у нас есть вот такая картинка, гипотеза у нас, сетка сгенерила, что там мужчина, и просто а-а-а-а-а. Ну, в целом, в целом, можно засчитать, потому что мужчина, кажется, что он падает. И, в принципе, когда падаешь с серфа, потом а-а-а-а, ну, лучше так не делать, потому что хлебаешься воды, соответственно. Не самый приятный момент. В целом, когда, ну, разочек у меня волна первый раз накрыла, нас еще, так получилось, что инструкция не успела предупредить, что будет происходить, это было очень страшно. То есть, на самом деле, ты под водой там находишься не больше 6 секунд, но кажется, что целая вечность. И там вот реально а-а-а, тебя болтают, как вот в стиральной машинке, тебя прям переворачивают, и ты не можешь что с этим делать, короче говоря. Поэтому я бы здесь засчитала ответ нашей модельки. Вот, но на самом деле нужно было сказать, что серфер в водолазном костюме, и он, типа, встречается типа с волной. В общем, как-то вот так. Ну, это красивое описание, но для нас, в принципе, вполне нормально, что мужчина, и он падает. Вот так вот. Так, мы рассмотрели, соответственно, вторую модельку, в этой модельке мы добавим attention, соответственно, декодер, и за счет этого мы можем видеть картинки и подсказывать, как бы модели, куда смотреть картинки, чтобы генерить следующие условия. Вот так. Так, есть вопросы? Окей, вроде бы нет. Ну, соответственно, здесь я идеально не углубляюсь в код, потому что рассматривать каждую строку этой портянки не очень, на самом деле, интересно. А в целом, ну, ничего такого, просто кусочком подгрузка данных, в целом, вот, кусочки, которые более представляют интерес, я стараюсь обратить внимание. Так, что, перед этим, глянем, что там у нас уже. О, неплохо, смотрите, красиво. Вот, что надо загадывать. Причем, как будто бы оно полусесное, вот эти вот елки, как будто они полупирожные, или может, мне так кажется. А вот здесь, смотрите, дошик, под елкой дошик, для тех, кто купил айфон в этом году, соответственно. Вот так вот. В принципе, неплохо. Неплохо. Окей. Перейдем тогда к следующей части. Здесь уже у нас не картинки, здесь у нас такое более полезное, так скажем, применение мультимодальных моделей. Бертвый футбуляр, соответственно, у нас на ход дается помимо текстовых описаний, у нас подается какие-то признаки, то есть признаки на основе каких-то там числовых значений или категориальных значений. То есть, соответственно, у нас с вами input делится на тексты, признаки, это то, что мы с вами проходили, то есть то, что у нас всегда было, вот эти вот порты, мэддинги и так далее. Нумерика как раз, это там может быть возраст, например, или там еще что-нибудь, не знаю, если в случае там квартиры, то, например, площадь квартиры и все прочее. И категория, то есть, там, мужской, женский, чего еще будет категория, там, не знаю, описание плати, прыщовка, старинка, если это квартира, например, что-нибудь такое. Или категория, если в случае одежды, там, верхняя одежда, то есть там, панир, небель, волосы, сумки и так далее. Ну, что-то такое, категория. И вот здесь в хайни-фейсе есть моделька, которая позволяет немного легче добавить вот эти вот признаки в нашу модель. То есть, соответственно, у нас тексты также проходят через трансформер, то есть, также мы забираем вот эти вот output-эмбеддинги, дальше мы комбинируем с признаками и после этого прогоняем через полно связанный слой. Иногда вот эти дополнительные признаки могут помочь действительно улучшить качество модели, иногда их можно добавлять. То есть, тут в принципе можно даже вытащить какие-нибудь post-tag, например, можно что-нибудь типа какие-то какие-то раньше признаки использовались, можно какие-нибудь на основе словарей, то есть, если слова из какого-то словаря, то есть, например, в случае первой вашей задачи можно было скачать словари побочных эффектов, например, правда, у вас были русские тексты, для русского нету словарей, английского есть. Ну, вот можно было что-нибудь такое придумать, навернуть и добавить какие-то признаки и как-то помочь модельке. и, соответственно, здесь архитектурка позволяет сделать это больше. Так, устанавливаем. Здесь, смотрите, у вас запросит, то есть, данные лежат на Кагле, данные у нас, отзывы клиентов об одежде, вот, и он запросит у вас файлик, вы так уже делали, по-моему, первым, первым, вроде бы, первые домашки вроде бы, здесь, соответственно, вам нужно зайти в Кагл, в свой аккаунт, получить этот файлик, загрузить сюда, и у вас закачаются данные. Пам-пам-пам, после этого вся вот эта вот обработка, так, да, вроде бы он покажет нам дальше, но здесь всякие-всякие-всякие импорты, вот, непосредственно данные, то есть, у нас с вами есть описание, некоторый отзыв, то есть, текстовый, его заголовок, возраст клиента, одежды, тоже может пригодиться, рейтинг, который человек поставил, нам с вами вообще здесь задача будет предсказать, рекомендует ли человек эту одежду или не рекомендует, как раз это вот таргет у нас класса, один или норм, бинарная классификация, позитив, фидбэк, каунт, это, по-моему, кажется, что вот когда там на отзыв можно же поставить эти вот пальчики, вроде бы это оно, но я могу путать, что-то похожее на это, всякие division name и все прочее, department name и все, ну вот department это как раз типа верхняя и нижняя одежда или что-то еще и классные, всякое такое, вот, соответственно, у нас с вами есть вот это вот, это категориальные признаки, здесь это вот численные рейтинги, позитив, фидбэк, и в том числе age, и вот, соответственно, все это нужно будет добавить в нашу модельку. Так, ну тут мы загружаем наш датасет, делим его на train validation test и дальше нам нужно задать вот такой класс параметров, соответственно, он нам поможет, поможет модели в плане обработки, то есть здесь токенизация, config name, это, по-моему, тоже дополнительные параметры, вот я не помню токенизаторы или кого, сейчас увидим там, model name, это моделька с хагинг фейса, соответственно, притрэйн, притрэйн, а, это, наверное, для обучения, мы для обучения будем использовать вот, ну, cashdir, это, соответственно, где у вас сохранена модель. И вот здесь вот еще model data training arguments, вот здесь как раз-таки с помощью вот этих полей можно задавать, какие у вас будут категориальные, какие у вас текстовые, какие там другие признаки. Я предлагаю сейчас, пам-пам-пам, лучше, наверное, не, хотя вот здесь можно рассмотреть, вот здесь вот column info, это как раз-таки словарик у вас будет, который говорит, вот такие колонки у вас текстовые, категориальные и численные, и какой у вас таргет, соответственно, да. Дальше. Здесь всякие опции, то есть как вы хотите кодировать ваши категориальные признаки, то есть 0,1 там типа, можно числом также там, то есть, например, можно бинарным вектором, то есть вы просто все категории выставляете, ну, как, и какой категории относится, там единичка, остальные все нули, например. Дальше. Numerical transform метод, ну, то есть как обрабатывать вам ваши численные значения, задача классификации для регрессии, то есть можно также решать задачу регрессии, то есть именно предсказывать численные значения, например, если мы хотели бы предсказывать возраст по отзыву, то есть вот можно было задачу регрессии использовать. Здесь уже параметры самой модели, то есть сколько у нас там скрытых слоев будет, как их комбинировать, ну, здесь вот нужно более подробное описание у них там представлено, соответственно, ну, и всякие-всякие вот именно параметры того, как строить модель. Dropout, соответственно, нужна ли бачнормализация, один слой хотим или MLP все-таки, и какие у нас эти activation функции. Вот так вот. После этого, соответственно, мы с вами задаем непосредственно, что мы хотим. Мы здесь как раз-таки определяем текстовые колонки, вот говорим, что title еще текстовый, категориальный, численный, ну, примерно то же самое, что я как раз и перечислила. Вот как раз колонн info, это у нас, вот он для каждого говорит текстовые, вот здесь вот задает, соответственно, какие у нас текстовые, номерные и так далее. То есть такой словарик. Так, data, аргумент, здесь вот это мы задаем, то есть все остальное вроде остается по умолчанию, кроме вот этих вот. Соответственно, задачи будем решать, тоссификации, колонн info, вот мы вот этот словарик передаем. сначала, типа, мы получаем категориальные, потом численные, потом суммируем, видим, эти признаки. Вот. После этого, соответственно, здесь обучение построено по модельке Hanging Face, соответственно, нам нужно обучающие параметры задать. В принципе, все стандартно. Здесь у нас там одна эпоха, 32 batch size и так далее. Ну и все, инициализируем токенайзер, загружаем наши данные, исходя из того, какие мы там параметры, как мы их задали, соответственно. И все. Так, нам labels, здесь сколько у нас классов, соответственно, чтобы он понял, что это бинарная классификация. Загружаем конфиги на основе полученных у нас в этих вот описаний. Инициализируем модельку, ну и все, можно обучать. А, да, еще метрики. Ну, осталось метрики. Но это тоже, да, мы обычно там добавляли какие-нибудь метрики, которые мы хотели еще видеть, то есть там в случае задачки machine translation, по-моему. А, сформализация. Сформализация. Мы добавляли еще там метрик meteor, чтобы она у нас выводилась. вот здесь вот тоже метрики, типа если у нас бинарная классификация, то ROCAUC, вот это вот, recall, precision, и всякие true negative, и F1. Если же у нас больше классов, то просто усредненные метрики, пожалуйста, выводи. Вот, все это передаем в тренер, ну и обучаем. Обучение, по-моему, не такое долгое, что можно запускать. Ну и, соответственно, вот можно посмотреть, здесь вот еще примерчик, как TensorBoard, кстати, довольно удобная штука, можно там смотреть, как падают лоссы и все такое, но здесь лосс, кстати, лосс у них почему-то не выведен. куда-то download link, а, evil function, evil fp, сейчас, лосс, можно лосс глянуть. Да, вот, смотрите, вот, соответственно, у нас график лосса, то есть мы видим, как он падает. Здесь вот можно примерно оценить, насколько у вас, ну, как бы визуально видеть, падает лосс или нет, потому что бывает, что, соответственно, скачет, но у нас все вроде бы хорошо. Ну, вот здесь learning rate, соответственно, как у нас меняется, все меньше и меньше и меньше, что, в принципе, логично и так далее. То есть всякие-всякие-всякие вещи можно с помощью TensorBoard'а посмотреть. Вот, ну, и evil fp, вот, вот здесь вывод всяких метрик, то есть, насколько мы можем рассказать, рекомендует ли пользователь нам его или нет. В качестве упражнения, кстати, можете попробовать отключить доп-признаки, например, то есть категориальные и численные, соответственно, и посмотреть, как вообще модель будет показывать себя исключительно на отзывах и тайтлах. То есть, если интересно, можно попробовать выкинуть. То есть там, скорее всего, просто не передавать как бы эти колонки нулями. Я вонгую, что так будет и, соответственно, попробовать обучить. Вот. Так, у нас остался еще один последний кусочек. Довольно интересная задача. Есть ли какие-то вопросы? У меня пропал чат. Загружу в чат, на чек, сочнее. Все чисто. Так, переходим так к последней секции. Тут довольно интересная, нетривиальная задачка такая рассматривается. Вот. Значит, смотрите. Сейчас я, наверное, в момент я вам открою с... точу или сейчас полистаю, чтобы посмотреть на примерчики именно. Тут, соответственно, задача следующая. В общем, изначально двое людей играли в следующую группу. Соответственно, ну, то есть, как собрался датасет. Начну датасет, объяснение, так будет проще. Соответственно, двум пользователям показывался одинаковый набор мебели. Ну, в данном случае, стулья. и одному из игроков нужно было сгенерить какое-то высказывание, которое идентифицировало бы какой-то конкретный стул там или кресло так, чтобы другой пользователь сразу понял, о каком идет речь. Ну, вот, например, здесь у нас типа very square падает, то есть очень квадратный и заниженный. И мы понимаем, что речь идет, скорее всего, вот о первом, соответственно, первом кресле. И то есть, как бы, соответственно, один игрок генерил вот такие вот высказывания, другой, исходя из этого, пытался найти, о каком кресле идет речь. Если у них совпадение, то это управлялось в датасет. Вот. Соответственно, здесь создатели, вот такие задачи, создатели этой модели, они как раз учили модельку двум задачам. Во-первых, по трем картинкам и заданному таргету, то есть заданному креслу, картинка должна была сгенерить такое утверждение, чтобы пользователь сразу понял, о каком кресле идет речь. Вот. И наоборот, она также училась по заданному описанию пытаться определить таргет, то есть там ей уже сдается описание вот именно, и она выбирает, какое кресло сейчас описывала, соответственно. Вот. И то здесь как бы, ну, то есть модельку вот таким образом учили различать картинки. Единственное, чтобы, соответственно, ну, насколько я поняла из статьи, типа, чтобы там как-то пользователи не читили, во-первых, им показывались картинки в разном порядке, чтобы нельзя было сказать, что я описываю первую картину, потому что пользователь не знает, какую из картинок. И, во-вторых, тут брали именно вот эти вот структуры, то есть как бы не полноценные картинки, а вот такие вот, как их облака, по-моему, называют, если я не путаю, чтобы именно был вот акцент именно на форму. То есть идея вот именно описать по форме, не по цвету. Вот так вот. Соответственно, учили как-то вот, типа, выясняли, можно ли как-то сетку научить выявлять формы у предметов. Вот. Так. А, у меня тут все сбилось. Окей. Соответственно, такая вот была задачка. я хотела вам погенерить и подбирать с вами, но это не получится. Потому что он мне все отключил бессовестный. А я как раз тут готовила. Окей. Сейчас пройдем тогда этот кусочек, быстренько его рассмотрим. Здесь важный момент, можно поставить торч 1.3.1, иначе не будет работать. Потому что стандартный там у коллаба 1.1.0 вроде бы, вот с ним не работает. Короче говоря, вот с этим работает, нормально запускаетесь. Тут еще такой момент, смотрите, у них для того, чтобы получить датасет, нужно подписать датасет, для него на соглашение. Потому что, поэтому вот здесь ссылки нет. То есть у вас тоже в семинаре ссылки нет. Для того, чтобы получить ссылку, просто нажимаете вот эту кнопочку, заполняете форму, там ничего такого, там фамилия, имя, почта. И как только вы нажимаете submit, тут же у вас появляется ссылка. Ну и там вы подтверждаете, что типа вы не будете распространять датасет. То есть, соответственно, я подписала соглашение, не могу вас распространять, поэтому я не могу здесь ссылку добавить. Поэтому, если вы захотите поиграться вот с этой моделькой, то просто получите ссылку, вставьте сюда, вы загрузите датасет. Вот. Дальше тут распаковка, в принципе. Prepare, черп, вот так сказать, дата. То есть, соответственно, сначала мы с вами готовим дату, потом, соответственно, можно ее обучать. И в конце непосредственно тестировать. Тут они его называют как бы game, вот этот interactions, то есть, соответственно, ну как раз таки вот этот output игр, который происходил. Дальше. Нам для того, чтобы обработать датасет, нужен misspelling corrector, то есть, корректор отпечаток, потому что, ну, люди там, они писали, и, соответственно, могли отпечатываться, и вот, чтобы это все убрать, здесь используется корректор. Здесь директория двух наших картинок и визуализатор. Так. В принципе, я тоже, наверное, не вижу смысла прям так глубоко углубляться, если быстренько поверхам расскажу кусочки того, что происходит. Ну, соответственно, у нас вот с помощью спелкорректора обрабатываются наши тексты, подготавливается вот всего у нас 2383 слова, то и довольно разнообразно на самом деле получалось. в датасете помимо кресел используются лампочки, диваны и кровать. Вот. Сам датасет вот этих вот диванов и кровать, он уже существовал, просто они решили с помощью него сыграть такую вот игру. Вот. Здесь некоторая, соответственно, статистика. Всего было 8573 диалога, 78 тысяч, почти 8 тысяч, короче говоря, вот этих вот высказываний, ну, и так далее, всякая статистика. Ну, вот примерчики, соответственно. Да, вот, к сожалению, он мне все это сбил, я хотела погенерить, поиграть с вами, но, видимо, не получится. Здесь метод визуализации данных, то есть, естественно, просто забираем данные и можно выбрать категорию, то есть, вот, кровать, карасламочка, диваны и стол. Здесь пример кровати, соответственно, он говорит, типа, большая кровать с загнутой спинкой, соответственно. Ну, и вот понятно, что здесь, в принципе, задомой спинкой только вот одна кровать. Вот, то есть, именно задача отделить какие-то вот такие вот признаки, которые характерны именно для какого-то одного примета. Ну, в принципе, есть здесь вот примерчик, давайте для интерактива кто-нибудь хочет со мной сыграть и загадать мне кровать. Ладно, сделаем проще. Так, у этой кровати решетчатая спинка. Ну, какая-то кровать, там, один, два или три. Ну, вот, опять со мной никто не хочет разговаривать. Два. Два. Да, спасибо. Все, ладно. Окей. Да, действительно, два. Ну, и дальше, соответственно, у нас загрузка, загрузка данных вот это вот все, загружаем их. Соответственно, загружаем форму, загружаем наши описания, высказывания. Вот, разделяем, разбиваем данные и сама моделька. Здесь моделька уже забирается, которая у нас есть. Там все основано на LSTM обе модельки и для генерации текста, и для того, чтобы по генерированному тексту понять, какая картинка, все это на LSTM сделано. ну, сдаем стандартные здесь параметры, прогоняем по эпохам и, соответственно, обучаем модель. ну и вот лосы у нас такие вот получаются. Семинар рабочий, соответственно, в случае чего можно будет запускать. Вот, ну, вот здесь вот еще один, соответственно, примерчик с распределением вероятности. Здесь выглядит как кемпинг, ну, то есть, типа, лагерный такой стул, банчу флэкс, банч, я забыла. Ну, короче, понятно становится, что это, соответственно, больше похоже на описание первого стульчика, а распределение вероятности мы видим, что он говорит второй стульчик, соответственно, здесь четко не попало. Вот так вот. Так, в принципе, здесь по исходному коду более-менее все. Единственное, есть вот еще дополнение, вот здесь есть вот такая вот штука модель берг. Тут всякие разные примерчики, то есть, понятно, что можно работать не только с картинками, просто это наиболее такой простой формат, но можно также работать и с видео различными, и всякие-всякие разные архитектуры, то есть, вот здесь вот, например, такая интерактивная архитектура, то есть, мы отдельно генерируем картинки, отдельно генерируем тексты, и потом друг на другу там их накладываем, то есть, по-моему, там attention вроде бы применяется, и получаем какие-то output, то есть, такой attention относительно картинки относительно текста, текст относительно картинки, и, соответственно, можно, исходя из этого, как бы научить сетку генерировать CAPTCHA, соответственно. Дальше, тут вот еще всякие-всякие вариации, то есть, у нас дополнительный слой, соответственно, добавляется, тут немного похитрее, у нас имиджин-кодинг кодируется сюда, потом идет викторизация, и вот еще раз у нас добавляется имиджин-кодинг и так далее. То есть, вот тут много-много разных архитектур, то есть, как можно поиграться, помимо того, что мы рассмотрели с вами именно как в архитектуре энкодер-декодер, то есть, здесь вот именно какое-то конкретное представление именно картинки и видео, соответственно, совместное видео или картинки, ну и разные всякие модельки. Да, это что касается этого, тут есть бенчмарк, тут очень много всяких, очень много всяких датасетов, можно посмотреть, соответственно, с разными данными и всем прочим, и всякие-всякие-всякие бейзлайны и все прочее, ну, соответственно, здесь как раз там по хелкер есть, роботикс и так далее, то есть, при желании можно что-нибудь оттуда накачать, посмотреть, если тема интересна. Так, дальше, тут еще одна моделька, здесь тоже они разные-разные данные пробовали и вот показывали всякие бейзлайны, тут картинки в основном и видео, соответственно, вот, и здесь уже есть какие-то готовые модели по имидж капшин, соответственно, видео капшин, и так далее, ну, то есть, такое соляночка, можно, соответственно, выкачивать готовые модельки и там дообучать или применять уже готовые. Так, и последняя здесь ссылочка, такой сборник всех-всех статей, то есть, если хотите въехать в тему, то вы в велком вот по этой ссылке тут очень-очень-очень-очень много всякого материала и можно читать-читать-читать на всякие-всякие всевозможные задачки, которые можно решать с помощью мультимодальности. Вот так вот. В принципе, сегодня все. Если есть какие-то вопросы, неважно, по этой теме или какие-то еще, то можно задавать. Вроде бы вопросов нет. Тогда спасибо, что присоединились на этот семинар. Соответственно, на следующей неделе мы опять, скажем, разберемся по группам и, надеюсь, будет другая интересная тема. На этом все. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok